Аплодисменты 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 У меня есть брат, близнец, но мы с ним совершенно разные люди. Я живу в Москве, брат, деревня, в очень захолустной. То есть не тоже поближе к навозу, а непосредственно на нем. Он любит тишину, я ненавижу. Он любит возиться со скотиной, я ненавижу. Он любит свою тещу, я промолчу. Так вот, астральная связь у нас с ним бешеная. Чувствуем один другого, как два пальца в одной ноздре. Но связь эта образуется только во время сильного эмоционального всплеска. Вот все, что мой брат где-то на эмоциях скажет, я тут же повторяю. Он рукой махнет, я махну. Он чихнет, мне скажут, будь здоров. Как-то я познакомился с одной дамой с удивительным природным магнетизмом шестого размера. Нахвастался ей, что я гигант, каких мало. И вот она лежит на моей кровати. Я захожу в спальню, в халате. Под халатом ничего, кроме производственных мощностей. Свет специально поярче зажег, чтобы когда я халат скину, она от восторга завизжала. А мой брат в это время решил в проруби искупаться. Он шо, сволочь, не знал, что некоторые предметы от холода сжимаются. А на сильном морозе вообще пропадают. Когда я скинул халат, дама сначала надела очки. Потом она взяла со стола мой армейский бинокль. И заржала громче, чем табун лошадей в конопляном поле. Я чуть со стыда не сгорел. Как-то летом тормозит меня гаишник. А мой брат в это время по телевизору футбол смотрел. Ну и там наш игрок, как всегда, с трех метров в пустые ворота не попал. Брат говорит, ну здрасте, чучело кривоногое. Гаишник мне говорит, добрый день. Я говорю, ну здрасте, чучело кривоногое. Брат там от футбола оторваться не может. И к своей жене с какой-то просьбой обратился. А мне гаишник говорит, вы шо, пьяный? Я ему говорю, рыба моя. Принеси пивка из холодильника. А то у меня от водки какая-то отрыжка нехорошая. Брат там в сердцах плюнул в экран телевизор и вышел во двор. Ну а шо я мог сделать? Против природы не попрешь. Я плюнул в гаишника и уехал. Я, конечно, не верблюд. Но как гаишник не утерался, а мой номер так и не разглядел. Ко мне как-то в гости теща приехала. Ну сидим в гостиной, пьем чай. А к брату в это время в дом большая муха залетела. Он свернул газетку в трубочку, я сделал то же самое. Он хрячь газетой по мухе. Я хрячь газетой тещи по сусалам. Она на пол сползла. Я говорю, только дерни лапкой, размажу, гадина. Брат взял муху и в окно выкинул. Дурачок деревенский. Это хорошо, что я на первом этаже живу. Недолго теща летела. Как-то меня друзья пригласили на охоту. И доверили нести основное охотничье снаряжение. Ящик водки. Брат мой где-то спотыкается, а кубарем лечу я. И со всего маху ящиком об машину. Бедный УАЗик в самых эротических кошмарах не мог представить себе, что семеро бородатых мужиков будут его облизывать с такой любовью. Как-то вызывает к себе меня моя начальница. Садись, говорит Сергей Степанович, поближе, у меня к тебе дело. А мой брат в это время решил корову доить. Он погладил вымя. Граждане, что передо мной было, то я и погладил. И сказал, успокойся, кормильница, я быстро. И тут братец начал доить. Я тоже. Извертка похлопывая начальницу по попе и говоря, не мотай хвостом. Брат надоил ведро молока, я три литра силикона. Вам смешно, а у меня теперь с начальницей каждый день совещание на двоих. Утренняя и вечерняя дойка в обязательном порядке. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, спасибо, друзья. Игорь Маменко. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...